Тайны Салаира Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова И дальше все как в тумане. Освободили его укладчики из-под рельса, оттащили к небольшому ручью, что тихо, мирно журчал в перелеске за стройплощадкой, да там и оставили до прихода скорой помощи. Это значит, какая оказия первая на участке появится, стой и убудет в лазарет. Понятно, что и сами посильную помощь оказали. Компресс из ваты с холодной ключевой водой на ступню, да подорожником голень обложили. Ну и повздыхали, посочувствовали для виду, но не сказать, чтобы так уж сильно. Хе-ка, не видаль, ногу раздавили. Дело это обыденное. Тут вон по всей зоне на день пять-шесть душ на тот свет отправляются. И никому до этого дела нет. Вроде так оно и надо. Да и виноват-то, дескать, мужик сам. На кой ляд ему тот мальчишка был нужен, если он не сегодня-завтра все равно отойдет в мир иной. Его вон уж ветром качает от голода. Правда, от этого самого голода качало не только его. Но этот парень совсем высох и, похоже, сам смирился с такой мыслью. Увидел бригадир, что Юрген ищет его глазами, усмехнулся криво. Не ищи, пацана. Он от страха в лес удрал. Так вчистил, что только ай да ну. Откуда и силы взялись. — Эх, жалко, август ваш уже уехал. Теперь жди с моря погоды. Только и надежда, что к соседям какая машина приедет. Потом, слегка отжав вату, снова приложил ее поверх ступни и озаботился. — А на гетто твоей, Юра, кажется, капут пришел. Вот как вспухла вся, и синеет все больше. И как не ужасно выглядела она, и сам Юрген едва-едва в сознании все же не удержался, чтобы не подковырнуть. — Ну, так как же это, Господь-то твой тебя тут не уберег, а? Ты же все толмишь, что Бог спасает. А он тебя же самого за шкирку и под рельсу, а? Не складуха получается. Ну, что скажешь на это? И глядит победно. Вроде как радостно человеку, что уличил в чем-то страдальца. Пересилил боль Юрген. Даже улыбнуться попробовал. — Значит, так угодно было Богу. Прошелестел пересохшими губами. Вы только, парни, не ругайте. Стало быть, выживет он теперь, раз Бог за него вступился. — Тьфу ты, как это у тебя ловко получается, — осерчал Иван. Все в одной паре, и так хорошо, и эдак неплохо. Хоть кол на голове тиши, он все свое. — Да нету никакого Бога, нету, понял? Потом чуть подумал и сплюнул зло. А хоть бы и был, то не про нас он тут. Пошли, мужики. Работа стоит. Чего зря время терять, раз помочь все равно не можем. Такая уж наша доля. Сегодня его угораздило, завтра кого-то другого придавит. И пошел, продолжая бубнить. — Есть Бог или нет, а придавит, и все тут. Вот таким немудреным образом мужики и сами успокоились, и Юргена успокоили, оставив одного на поляне. Но не успел бригадир подняться на насыпь, как увидел вынырнувшую из леса полуторку. — Смотри-ка ты, Август вернулся! Удивленно воскликнул Фокт. — Поди, забыл чего-то? Ну, если так, то это куда, как вовремя забыл. И ходка зашагал назад к поляне, призывно махая рукой. — Давай, давай, вон туда! И только тут разглядел сидящего в кабине с шофером Кольку. — Вот и раз! — одобрительно крякнул он. — Вот так оголец! Я думал, он испужался, а он сообразил машину перехватить. — Ну, это он молодцом! И вдруг остановился в отропе от догадки. Дорога-то в город от площадки давала большой круг, огибая поверху огромный глубокий распадок. И успеть добежать попрямой через него, чтобы перехватить машину. Нужно быть по меньшей мере спортсменом. И уж никак не таким доходягой, как Шмидт. И бормочет изумленно бригадир. — Да откуда ж силы-то взялись, если еле-еле ноги таскает? У него что, крылья выросли? А Колька с августом уже поднесли Юргена к машине, и в глазах паренька слезы. — Из-за меня это все, дядь Юр! — бормочет он по ходе. — Из-за меня? — Не винись, Коль! Бог даст, переживем! На все воля Божья! Только и отвечал тот. А ведь еще с утра все так ладно вышло у Берга со своим молодым земляком. Были они из одного южноказахстанского села, хотя прибыли туда в разное время и из разных мест. Юрген — с Волги, а Коля — с Кавказа. В отличие от других, Берг никогда не подтрунивал над физическим недостатком парня. Напротив, всегда относился к нему с отеческой заботой. Нет-нет, да и подкармливал его. Хотя и самому-то не всегда хватало пайки. Но, будучи мастером на все руки, он часто выполнял кое-какие заказы конвоиров. Да и начальство повыше. Сапоги ли, валенки ли починить, а то и шапку сшить из принесенных шкурок. И получал за это продуктами, как плату за труд. Тогда и делился с парнем, и тот, конечно, был ему безмерно благодарен. Только вот насчет этой самой благодарности выходило у них разное мнение. Они и по другим-то вопросам часто расходились. А уж когда речь заходила о Боге, то тут вполне грамотный и молодой человек бывало даже подтрунивал над старшим товарищем. Не злобно, конечно, но он довольно снисходительно пытался перековать верующего. Ты не меня, Коля, благодари, а Бога, что дает нам эту возможность заработать на хлеб насущный. Попытался втолковать ему как-то Юрген. Вот тут-то Николай и не понял, причем вполне искренне, почему надо благодарить кого-то, а не самого Берга. И это самое и высказал. Надо отдать должное. В словах его был какой-то резон. Дескать, если бы даже Бог и дал тебе это дело, то заработал-то ты сам своими руками. А как не был бы ты таким умельцем? Так что, мол, дядя Юра, все от человека зависит. Причем же здесь Бог? Ну так, а умение-то у человека откуда берется? Прищурился Берг. От природы. Грустно вздохнул Коля. По наследству переходит. Ну а наследство откуда? От обезьяны? Вот ты мне все про них толкуешь. А сам ты когда-нибудь, ну хотя бы слышал, я уж не говорю, что видел, о макаке, которое умело бы шить или, скажем, просто подметать двор. Вот если покажешь мне такую, то я поверю, что произошел от нее. Коля смутился. В душе он уже во многом соглашался с этим верующим, и их беседы не проходили для него даром. Он и сам уже заметил, что все чаще невольно обращается к стихам из Библии, цитирует их и как бы примеряет на себя, но обратиться к Богу упорно отказывался. Ну как же, куда девать тогда теорию эволюции? Над ней ведь корпели такие ученые люди, а тут простой, малограмотный верующий не оставляет камня на камне от их учения. Но не так-то просто отказаться от того, что тебя вдалбливали в течение почти десяти лет в школе. Сын двух педагогов, отец был даже одно время директором сельской школы, учился он очень хорошо по всем предметам. Правда, после того, как родители один за другим в течение года, а был это преснопамятный тридцать седьмой, покинули этот бренный мир, об учебе он больше не помышлял. Какая учеба может быть сыну врагов народа? Тут бы прокормиться как-то. Но председатель колхоза нашел в себе мужество отправить способного паренька на учебу в город за казенный счет. И даже помощь ему выхлопотал. Ну, много-немного, но того пособия Коля хватало, чтобы свести концы с концами. И если бы не война, пошел бы учиться дальше. Но всех немцев отправляли в тыл. Попал и он в Казахстан, где встретился с семьей своего дядьки Петра Феля, который давно уже здесь жил. И жил довольно неплохо. Хороший дом с огородом, да и живность имелась. На целый месяц приютил его дядька. Потом пришлось уйти. Шибко строгий был Петр, а чуть не по его мог и руку приложить. И однажды так приложился, что паренек после такой оплеухи оглох на одно ухо. Тут же собрал он свои манатки и ушел в землянку к такому же, как и сам, одинокому человеку, своему однофамильцу старому Курту. За ним нужен был уход, а Коле нужен был угол. Вот и ужились два одиночества. Хоть и недолго, но жили душа в душу. Потом пути их разошлись. Курт тихонько, как и жил, отошел в мир иной, а Коля в трудармию. Со временем слух немного выправился, но более такие прострельные нет-нет да и напоминали ему о тяжелой руке родного дядьки. А по прибытии в зону увидел Петра воочию и не сказать, чтобы сильно обрадовался. Чего не скажешь о другом его земляке Юргене Берге, которого он встретил, если не с восторгом, то уж с радостью это точно. Оба они уже около года находились в трудармии. Теперь, по прошествии времени, Коля херел прямо на глазах и, наверное, знал, что скоро умрет. Он и так-то был из хлюпиков, то есть слабосильных, но особенно сдал после того, как трое мужиков из шахты, в том числе и Фель, не выдержав голода, наелись породы. Двое из них в ужасных мучениях умерли через сутки, а Петр каким-то чудом выжил, но ему нужно было стационарное лечение. А кто озаботится предоставить такое трудармейцу? В этом смысле даже заключенные в соседних лагерях имели больше прав, да у них и с медициной было получше. Выжившему же Петру наоборот срезали пайку за то, что не стал выполнять норму. Хотя какая там норма, если он едва переставлял ноги, и всем было ясно, что предстояла ему смерть в рассрочку. Перевели Петра в басую команду, вроде как на легкий труд, но и это оказалось ему не по силам. На Кулю это действовало угнетающе. Забыв обиду, он приходил иногда к дядьке, и вместе они представляли собой печальное зрелище. Однако, как не подбадривал их Юрген, как не уговаривал просить милости у Бога, ни тот, ни другой не внимали его просьбам. Намного ближе им был другой постулат, тот, который озвучивал бригадир в каждом споре с Бергом. «Если есть Бог на свете, то не про нас он тут». В общем, угасал Петр медленно, но верно. А дня три назад был в зоне врач, осматривал его и вроде как пообещал положить в поселковую больницу, да только воз и ныне там. Может, и забыл о своем обещании, а может быть, лекарств нужных нет. Так ведь, не мудрено, если каждого больного лечить, то лечить придется всех трудармейцев. Да разве ж на всех лекарств напасешься? И где их взять в этой глухомане? В общем, ничего страшного не случится, если и подождет мужик. Вот только Петр в этом ожидании совсем плохо стал. Тает с каждым днем затеплившаяся была надежда на выздоровление. Но так у Петра здесь, в трудармии, было не всегда. По первости-то жил он вовсе неплохо. Ну, это по меркам зоны неплохо. Был у него небольшой такой ящичек-разноска с первоклассным столярным инструментом. Одно-единственное по всей его жизни богатство, которым он всегда неплохо зарабатывал на жизнь и которое он привез с собой. А уж столяр-то он был соответствующий. Так поначалу у него недостатка в побочном заработке не было. Всему, считая, командному составу, проживающему в поселке услуги оказывал. Где двери подогнать, где рамы подправить, где что подтесать, подстрогать. И за все хлебушком в качестве заработка. А где и денежкой. И неплохой такой денежкой. Это уж помимо служебных помещений, которые он также ремонтировал от случая к случаю. Он даже домой написал однажды, что скопит здесь кругленькую сумму и вышлет семье для поддержки. Ну вот, очередное начальство, а менялось оно довольно часто, посчитало всякое там облагораживание помещений излишней роскошью и ликвидировали его блатной должность. В общем, как говорили в зоне, кончил слофа, а с ней и столь нужный организму добавочный паек. Больше того, отправили Петра на работу в шахту, куда он по своему здоровью явно не подходил. С виду дюжи и сильный был он с какой-то внутренней червоточинкой, физически очень быстро выдыхался. Вот строгать, тесать, это он мог работать часами, не уставая. Он бы даже на лесоповале дольше выдюжил, да кому это интересно знать. Из-за немог он с первых же дней, само собой, стали убывать и припасенные денежки, убывать с катастрофической скоростью, попробуй-ка докупись в магазине, где булка хлеба, чуть ли не месячная зарплата труд армейца. Ясно, что вскоре их совсем не осталось, а поскольку в благоприятное свое время никогда ни с кем не делился избытком хлеба, что само по себе не считалось зазорным, наоборот, так поступало большинство, то и к нему никто не поспешил ни с подмогой, ни даже с советами. Своя рубашка ближе к телу, принцип, которому он следовал, вернулся к нему бумерангом. Никто, кроме его племянника Коли, которому справедливости ради сказать, он раза два выделил от щедрот своих, даже не обращал внимания на то, что недавно вполне себе жизнеспособный трудяга чахнет на глазах. Да вот, пожалуй, еще Берг предлагал помощь, но Петр, имеющий кое-какое образование, всегда относился к нему свысока, не мог терпеть его рассуждения о Боге и встречал его заранее чуточку на стороже. Бывало так, что взвивался при одном упоминании о Боге и разговор на этом заканчивался. Тем не менее, оставались они, ну, если не друзьями, то земляками, этого уж не отнимешь. У него был один выход, который не раз предлагали те самые осевшие в поселке военные. Выгодно продать инструмент и на деньги худо-бедно прокормиться довольно значительное время. Деньги действительно предлагались хорошие, но Петр об этом даже и слушать не хотел. Вот так и угасал он и постоянно просил племянника Колю не забыть сообщить в случае смерти его жене. И каждый раз, заручившись тем обещанием, просил обязательно сохранить и передать ей сундучок со столярным инструментом. Это, повторимся, было его заветное богатство, которому теперь не нашлось применения, но которое он хранил как зеницу ока. Он хотел, чтобы его маленькие сыновья, старшему Пете двенадцать, имели достойный инструмент. Они, по его глубокому убеждению, обязательно будут столярами, как и он. Тут даже Коля не выдержал и стал умолять его продать все эти стамески, долота, коловороты, чтобы выжить. Когда, мол, твои дети подрастут, так ты смотришь, уже и на новый инструмент заработаешь. Война-то не навечно, мол, сказал и пожалел тут же, потому что с них осунулся Петр от этих его слов и только головой покачал горестно, дескать, не понять тебе, Коля, что инструменту этому цены нет, что даже подобного такого нету. Сильно переживал Коля этот его отказ, огорчился, узнав об этом и Юрген, и, как сегодня подгадало ехать в город за метизами, костыли, болты, гайки, прокладки, то есть все для крепления рельс, что попросил он парня себе в помощь вместо другого мужика. Дескать, тут-то на укладке рельс Колька уже вряд ли к чему годной, а подсобить на складе в погрузке вполне сгодится. Бригадир Ират Радешенек нужного человека оставить здесь, а не годного спровадить, о, да это же куда с добром. Хотя и знает он, что грузить Юрген будет один, какой там из парня помощник, но там это его личное дело, не бригадирова, как погрузит, так и погрузит, чай не надорвется, мужик он хоть с виду и хлипкий, но дюжий, и ящики по 70 килограмм, ему не впервые грузить. В общем, довольны остались все. Фокт, что избавился хотя бы на день от немощного парня, сам парень, что впервые выберется с участка и проедется на машине в город, а Юрген радовался возможности поговорить с Колей более обстоятельно. После неимоверной тряски по ухабам стройплощадки полуторка нырнула в лес и пошла мягко, лишь изредка плавно покачивая бортами, а крепкий, настоявшийся на зеленых запахах озон привнес в душу паренька какое-то давно забытое ощущение умиротворенности. Ах, как давно ему не было так покойно! И Юрген, увидев его настроение, не поспешил с разговором, а дал возможность прочувствовать это единение с природой. В одну сторону до складов около тридцати километров по Салаирскому кряжу, так что времени на разговоры еще хватит с лихвой. А то ведь парень за год пребывания в трудармии, кроме производственного участка и бараков в зоне, ничего не видел. Тут же сама величественная природа Салаир располагала к откровенной беседе. В июньском лесу воздух прогрелся и не таил в себе той привычной затхлости, что бывает по весне и после нудных долгоиграющих дождей осенью. Наоборот, в нем веяло бодрящим пряным запахом хвои, одурманящий дух черемухи и разнотравья, к коим примешивался особый, тонкий, едва уловимый скипидарный настой лиственницы, буквально разрывал грудь, не надышишься. В то же время постоянные спуски и затяжные подъемы давали возможность насладиться красотой вековых деревьев. На подъемах, когда высоченные сосны и степенные вальяжные кедры располагались почти перпендикулярно к машине, а их верхушки взмывали в невообразимую ввысь, казалось, что там, на горизонте, они, подперев небо, ограничили и замкнули его. Но вот машина забиралась на вершину склона, и оттуда открывалась еще более прекрасная панорама. Солнце заливало своим ярким сиянием очередной распадок, и лес там внизу был подернут загадочной голубоватой дымкой. Тишина такая, что, кажется, слышно, как шепчутся придорожные бледнозеленые листья берез, и даже монотонное гудение моторов органично вписывалось в этот величавый томный покой. Вот, наконец, машина пошла по равнению, и, миновав пустошь с травостоем в рост человека, снова скрылась в дремучем лесу. Дремучим уже из-за преобладания пихты ели и осеяны предвестников черневой тайги в горной шуреи. Невысокое еще дополуденное солнце, мельчеша сквозь кроны деревьев, слепило глаза яркими бликами, а внизу тяжелые ветви, скользнув по кабине, шумом проносились над головой и, долго еще, словно прощаясь, покачивались в свет. Просвет удаляющейся дороги все более сужался, а вскоре и вовсе сомкнулся. Вот уже только лес стеной позади и небо вверху. Одно пронзительно синее небо с удивительно нежными белыми прядями облаков, которые то сбирали своедино и образовывали одно большое кружевное поле, то вновь рвались от легкого ветерка, являя глазу лучезарные, бездонные колодцы. Потом эти небесные колодцы отвоевывали все большее пространство, затягивая и поглощая в себя облака, и те, растаяв, исчезали вовсе, уходили в небытие, как будто и не было их. Во всем этом Коля почувствовал грусть расставания с кем или с чем. Ему очень хотелось жить, ему так хотелось принять сторону Юргена и поверить, что Бог может сотворить чудо. Но правда жизни была такова, что поверить в это было невозможно. Правда, как ему казалось, была в том, что он уже недолго протянет, может, не дольше, чем его дядя Петр. Но, Боже, как же хотелось жить, как не хотелось даже думать о смерти. Юрген достал из-за пазухи полбуханки ржаного хлеба, очередная плата за ремонт цепуг вольнонаемному прорабу участка Прохору Дмитриевичу Лобову, аккурат следовавшему сегодня с ними только в кабине, и, разломив, протянул половину Николаю. И тоска, преследовавшая парня, все последнее время вырвалось в вопросе к нему. Он интуитивно чувствовал, что сегодня найдет ответ у старшего товарища. Тетюр, почему ты помогаешь мне, когда тебе самому очень тяжело? Почему отдаешь свой последний кусок? Я ведь тебе никто. Ну, как же никто, если мы с тобой люди, Коля, ты мой ближний, да еще и земляк, не забыл? Ну, а в этом куске ты больше нуждаешься, чем я. И я не отдаю, а делюсь, делюсь, потому что это заповедовал сам Бог. А он велит так, раздели с голодным хлеб твой из китающихся бедных введев дом, когда увидишь нагово одень его и от единокровного твоего не укрывайся. «Ты когда-нибудь слышал эти слова? Нет? Так вот, Коля, я ничего особенного не делаю. Я просто следую его заповедям, и ты бы нисколько не удивлялся, если бы знал, какое это мне приносит счастье». «Счастье!» эхом откликнулся Коля в его голосе и взгляде сомнение. «Да, Коля, счастье! Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Так учит нас Библия отдать свое другому, остаться ни с чем. Это ты называешь счастьем? Фокт, да и не только он, почти все наши называют это по-другому». «Придурью», усмехнулся Берг. «Ну да, я для них недоумок, как Вовка Бош из басовой команды. Им кажется, что так поступают только от небольшого ума. И все же это счастье, Коля, потому что это служение Богу. Господь каждому человеку оставляет право поступать согласно своей воле, но пересилить себя на добрые дела могут не все, потому что живут по принципу «своя рубашка ближе к телу», и я их не осуждаю, а жалею. «Они не думают о вечности, а ведь там каждый из нас будет держать ответ перед Богом и только за себя. Жизнь не заканчивается смертью здесь, на земле». «Это религиозная пропаганда, дядь Юра», слабо возразил Коля. «Никакой вечности нет. Будь ты человек или обезьяна, помрешь, зароют в землю и вся недолга. Со смертью все кончится. Ну и какая тогда мне разница, где будут гнить мои кости?» Юргин внимательно посмотрел на парня. «Я, Коля, не силен в учениях, но сильно подозреваю, что все людское неверие идет от того твоего мужика, про которого ты все поминаешь. По-моему, только он один и умудрился произойти от обезьяны. Другие же подлаживаются под него, чтобы легче было морочить людям головы. И я, кажется, понимаю, для чего это им надо. Ты возьми вот войну. Она нужна человеку? Если бы все верили в Бога, тогда нет. Тут без спору, потому что Бог есть любовь, и верующий в Него никогда не поднимет руку на себе подобного, потому что хочет жить по-божьей. А вот стадо обезьян под руководством кровожадного вожака поднимет, да еще как. Кстати, хорошо ведь известно, кто этот вожак. Тоже притих Коля, удивленный красноречием Юргена. Это сатана, враг душ человеческих. Он изо всех сил старается не допустить человека к Богу. Вот ты сказал, нет разницы, где гнить, а это ведь его к тебе мысли. Он их тебе внушает, чтобы ты о вечности не задумывался, иначе сатана потеряет главное, твою душу. Говоришь, все равно, где будут твои кости, а что будет с душой, душу-то свою, ты чувствуешь? Ну вот, и что, она тоже сгниет? Но дух ведь сгнить не может. Душе, Коля, уготована в вечности своя судьба, либо в раю, в любви с Господом Богом, либо в аду, в огненном озере с сатаной. Третьего пути в вечности нет. Не дай, Коля, в душе своей место сатане. Не дай ему победить тебя, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Так говорит Библия. Охота тебе быть рабом сатаны? Николай наморщил лоб, явно стараясь что-то вспомнить. Вспомнил, раб дядя Юра, чей бы он ни был, так и останется рабом. Ну, да. Разница только в том, что раб сатаны уйдет в погибель, а раб Божий получит вечное спасение. Вечное. Я хочу спастись от голода здесь, на земле, а не где-то после смерти. тоскливо сказал Коля. Я не хочу умирать. Почему же Бог, если Он есть, не спасает меня? Не спасает? А ты уже просил Его об этом? Чтобы просить кого-то, надо хотя бы надеяться, что этот кто-то тебя услышит и поможет. Так ты попробуй, и он услышит и поможет. Да я уже ни на что не надеюсь, дядя Юра. Совсем без надежды жить нельзя, Коля. Это так, да где же ее взять-то? Откуда бы ей появиться, когда кругом без надега? Здесь я, если на кого и надеюсь, так это на тебя. Николай смолк и смущенно отвел глаза. Ты помогаешь. Вот я и надеюсь. Да ведь на человека-то как раз меньше всего надежды, Коля. Сегодня я есть, а завтра нету. Помер. Тут у нас это скоро. Почему не веришь Богу? Смотри, что получается. Бога ты не просил, а заранее решил, что Он тебе не помощник. Даже неловко как-то мне от твоего рассуждения. А ведь Он ждет, что ты в молитве обратишься к Нему. Скажешь тоже, ждет. Недоуменно протянул Коля. Небось, говоришь так, чтобы меня ободрить. И ободрить, а как же, подтвердил Юрген. Обратись к нему, и сам увидишь, как ободришься духом, куда и вся хандра подевается. «Хорошо, если бы это было так, дядя Юра. Только как же это будет выглядеть неверующий и вдруг Богу молиться? Ну, кого я обману? Бога? Его что, можно обмануть? Ну, пока что ты обманываешь самого себя своим неверием и делаешь это очень упорно, но к Богу, Коля, ты не сможешь обратиться лживыми устами. Он принимает только искреннее сердце. Попробуй, и убедишься, что он не приемлет и малейшие лжи. Да и зачем она тебе, когда ты нуждаешься в его помощи? Я подумаю, думать это, конечно, хорошо, но не опоздать бы с мыслями. Здесь ведь нас беда подстерегает на каждом шагу. Она может произойти в любую минуту. Видел, поди, сколько трупов вывозит каждый день? Как знать, когда это может случиться со мной, с тобой? Значит, надо успеть покаяться перед Богом. А когда Он примет тебя, то не страшно будет и умирать, потому как обретешь спасение. Жить-то без Бога можно, Коля, но умирать без Него не приведи Господи. Видел я одного такого умирающего. Знаешь, это самые страшные муки что я когда-то видел. Врагу не пожелал бы. До сего дня без содрогания даже подумать о нем не могу. А ведь всего-то и требуется от человека, чтобы попросить Господа Иисуса Христа открыться тебе, чтобы Он простил грехи и вошел в твое сердце. И когда ты услышишь Бога, а рано или поздно ты его обязательно услышишь, с того самого момента будешь знать, что тебе дальше делать. Не откладывай, Коля, проси Бога. Я подумаю. Все таким же отстраненным был ответ. Николаев встал и обеими руками облокотился на кабину. То и дело, уклоняясь от набегающих навстречу ветвей, он пытался найти оправдание своей несговорчивости и заодно угомонить душевное волнение. Сильно взбудоражили его откровенные слова Юргена. После очередного поворота тайга заметно поредела и впереди в каком-то просеянном сквозь листву сказочно сизом тумане то тут, то там забелели цветением кусты рябины. А у самой опушки, достигая половины высоты пихточа, а то и выше, в своей роскошной белорозовой фате утопали заросли красавицы черемухи. Вдали уже виднелась башня водокачки на станции где располагались пакгаузы железнодорожные склады и уже притормозив у ворот первого из них они увидели бегущего навстречу кладовщика, который одной рукой энергично махал им, призывая не останавливаться, а другой указывал на перрон, где был выстроен солдатский конвой. Там кроме солдат было еще и несколько мужчин в штатском. «Дальше, дальше продерни!» донесся его голос. «В чем дело, Алик?» высунулся из кабины прораб, когда машина поравнялась с кладовщиком. «У меня срочная погрузка!» «А у меня, Митрич, срочный приказ!» вскочил тот на подножку и, кивнув, шофер и скомандовал. «Давай, Август, вон туда!» «В конец складов!» «Да что стряслось-то?» недовольно пробурчал Лобов. В лагере его называли не иначе, как Митрич. «Ну, ты будто с луны свалился!» «Конвой не разглядел, что ли?» удивился Алик. «Пополнение дохлятиков прибыло!» «Вот и стряслось!» «О, Англи!» «Аккурат состав подходит!» «Там два вагона наших немчуренков!» «Видишь уже, и покупатели дожидаются, и шахты, и слесозаготовок!» «Так а мы-то тут при чем?» развел руками Лобов. «А притом, пока их отсюда не увезут, никого на станции не должно быть, а значит, никакой погрузки!» мало ли!» «Это его загадочное, мало ли!» вскоре нашло объяснение. «Все, здесь остановись!» проехав еще с полсотни метров, скомандовал он. «Пойдем, оформим, пока накладные, раз уж так спешишь!» «Грузчиков-то почему всего двое?» «Двоим быстро не управиться!» «Ящики таскать далековато!» и, не оглядываясь, зашагал к своей конторке. «Ждите тут!» бросил прораб мужикам и последовал за ним. Они же, услышав о пополнении, слезли с машины и поспешили назад, к перрону. Кто знает, может быть, среди прибывших окажется кто-то из родных или знакомых. У самого начала складов их догнал и шофер. Август Шталь так звали парни прибыл в их лагерь недавно, но авторитетом уже обладал как среди трудармейцев, так и среди начальства. Все знали, что в трудармию отправили его, сняв сначала прямо с фронта. Бывший военный летчик, он так и был в своей военной форме, со всеми наградами на гимнастерке. Не раз и не два начальство пыталось заставить его, снять их, но он отстоял это право. Мне их вручали по приказу наркома обороны и снять их с меня, а вы также можете только по его приказу. и НКВДшники отступили. Даже самые наглые конвоиры остерегались грубить ему, во всяком случае не пытались приказывать ему что-то непотребное. Товарный состав остановился и солдаты по команде капитана открыли оба телячьих вагона. Из них сначала вынесли несколько трупов и сложили на припасенную именно для этого случая подводу. Вот это самое мало ли что. И только потом, удостоверившись, что покойников больше нет, разрешили выходить остальным трудармейцам. Это были настолько изможденные мужики, что даже доходяга Николай выглядел по сравнению с ними свежим парнем. Большинство из них едва держались на ногах, и солдатам стоило больших усилий хоть как-то выстроить их в одну шеренгу. Покупатели раб силы, схватившись за головы, уже в самом начале их высадки с тоской наблюдали за сим подкреплением. Да кого же вы нам привезли? Какие с них работяги? Да их же всех надо на ту подводу горестно взывали они к капитану, который только разводил руками. Дескать, я-то здесь причем. Даже он, видавший виды, недоумевал про себя. Это как же надо было сильно постараться, чтобы довести людей до такого состояния за короткое время. Их что, совсем не кормили эти десять суток? Похоже, так оно и есть. Потом окажется, что везли их не десять суток, а ровно вдвое больше. А вот что не кормили, тут капитан почти угадал. Кормили, но только раз вдвое суток. Сейчас же он постарался приободрить обессиленных людей, язычно выкрикнул «Держитесь, мужики, сейчас вас накормят, потом баня». Все слышали? Фраза возымела действие, лица трудармейцев чуть оживились, а к командиру тут же подбежал сержант. Так это их же распределить бы надо. Там бы пусть и разбирались, здесь на месте разберемся. Не видишь, не дойдут они до шахты. Так хоть по списку бы тут проверить, товарищ капитан. Боишься, сбежит кто-то по пути к столовой, мрачно буркнул тот. Да не, куда им. Вот и я так же думаю. Давай-ка веди колонну по-быстрому в столовую, пока кто не окочурился. Капитан поднял руку, чтобы отдать команду, да так и замер. Из глубины второго вагона выполз в проем какой-то призрак в латаной, перелатанной рубахе и таких же штанах. Ухватившись за скобу вагона, он кое-как выпрямился с коленей и беспомощно смотрел на солдат. Пожилой, вконец обессиленный, сам он явно не мог ни спрыгнуть, ни даже сползти, и на лице его блуждало подобие виноватой улыбки. Ближний к нему конвойный, хитро подмигнув товарищем, ухмыльнулся и протянул руку, якобы для поддержки. Ну, давай, паря! И убрал руку, как только тот протянул свою, чтобы опереться. Потеряв равновесие, так и клюнул мужик мешком с вагона прямо к ногам конвоиров под их дружный хохот. Свалился, да там и замер без движения. «Подъем!» Продолжая смеяться, гаркнул шутник, поддев его носком сапога, но мужик не шевельнулся. Почувствовав неладное, конвоир оборвал смех, нагнулся и перекатил его на спину. «Ну, чего, разлегся? Вставай, давай!» «Пошутковал я о паре!» «Ну, не ори!» Хмуро оборвал его подошедший капитан. «Не встанет он уже. Поэтому останешься тут с ним, пока подвода не вернется. Потом оформишь все, как надо. Почему я...» запротестовал было солдат, но тут же смолк под пристальным взглядом офицера. «Именно что ты...» процедил он, чтобы знал, как шутковать. «Так ведь я и исполняю!» рявкнул командир и повернулся к строю, затихшему в гробовом молчании. «Родственники его есть кто? Нет?» «Ну, тогда в виде людей, сержант», скомандовал он вяло и без оптимизма кивнул покупателям. «Там разберете своих, кто в живых останется!» Строй трудармейцев колыхнулся и в разнобой медленно и обреченно побрел по направлению к местному лагерю. Никогда еще Николай не испытывал столь всеобъемлющего гнетущего чувства. Он вдруг осознал, что точно так же произойдет вскоре и с ним. Нет, сама-то по себе смерть как явление была для любого трудармейца обыденным делом, но воспринималась она всегда как бы отстраненно, то есть узнавали об очередном умершем постфактум, ну, болел, болел кто-то и умер, ну, не я же, здесь же. Он стал свидетелем вершившегося на глазах действа. Только что человек еще пытался улыбаться. Эта виноватая улыбка надолго врезалась в его память, и вот он уже бездыханный труп. Переход в иной мир в одно мгновение, а ведь этого могло и не случиться, подай, конвоир, действительно руку помощи. Кто знает, сколько еще жил бы этот мужик. Обида на циничный и немилосердный поступок по отношению к немощному человеку и жалость к нему, а еще больше к самому себе, как потенциальной жертве такого же вот насмешника, как этот конвоир, легла на сердце тяжким грузом. Удрученный увиденным, Коля понора поплелся за бергом к машине. Шталь, не встретив знакомых людей, ушел к ней еще раньше, и теперь она с открытым задним бортом стояла у паггауза с метизами. А ну, кончай прохлаждацию, поторопил их прораб. Он тоже наблюдал за финалом всей этой картины, поэтому недовольство в голосе прозвучало неубедительно. Скорее, он старался затушевать свое подавленное состояние. Там на путях у бригады работа стоит, а вы тут рассусоливаете. Да ладно тебе, Митрич, вступился за грузчиков август. Им спешить себе дороже будет. Они ведь недалеко от того покойника ушли. Лучше бы сам подсобил им грузить. Оно бы и тебе на пользу пошло. Эван рожу-то отъел, за два дня не объедешь. Ага, сейчас. У меня своих забот хватает. Сразу же озаботился Лобов. Я это, ну, я проскочу тут ненадолго в город, ты знаешь. Но когда вернусь, чтобы все было готово. Повернулся и тут же скрылся за складами. Связываться с летчиком, пусть и бывшим, не входило в его планы. Вот что, Коля, вслух размыслил Юргин. Давай-ка, полезай на машину, принимать в кузове будешь. Оно, конечно, принимать легче, чем таскать и подавать мешки, но то, с каким трудом тот взобрался на машину, ясно показало, что помощник из него и тут никакой. Он это понял сам, и в лице парня отчетливо проявилась такая же виноватая улыбка, что была у того покойника перед смертью. Наблюдавший за ним Шталь грустно качнул головой и подытожил. Трудновато вам придется. И что-то смекнул. Погодите, я у мужиков в депо тачку возьму, хотя бы подвозить к машине и то хлеб. Да, это, конечно, согласился Юргин. Такое расстояние таскать на себе ящики и не шибко сахар. Только дадут ли тебе ее? Там ведь охрана. Дадут. Не все же охранники сволочи. Я уже один раз брал, правда, по другому поводу. Махнув рукой, он быстро зашагал к зданию депо. Ты сильно-то не переживай, обернулся Берг к Николаю. Еще войдешь в колею. Потихоньку втянешься, и все будет хорошо. И прервался, увидев в глаза парня полной тоскливой и щемящей мольбы. Все перевернулось в груди Юргина от жалости к нему, и, чуть помедлив, он тихо предложил. Может быть, попросим помощи у Бога, Коля. Глядишь, он и предаст тебе силы. И, увидев молчаливое согласие, подал руку. Давай-ка, слазь. Вот так. Я буду теперь молиться, а ты присоединяйся, если услышишь в сердце зов Господа. Услышу? Как это услышу? Одними губами спросил Николай. Об этом ты узнаешь сам. Скажи, ты готов теперь просить Его о спасении? Готов? Тогда проси Его принять тебя и даровать спасение. И будет тебе ответ Бога на нашу молитву. Хочешь этого? Паренек часто и мелко-мелко закивал головой. Ну, вот и ладно. Облегченно вздохнул Юрген и, облокотившись руками на кузов, стал негромко, но четко молиться. Коля застыл в напряжении, вслушиваясь в те простые, вроде бы обыденные слова. Но столь велика была эта его последняя надежда, что, обращенные к Богу, они полнились для него особым смыслом, неизвестно отчего, он сразу же разволновался и неожиданно для самого себя торопливо стал повторять их за своим старшим товарищем. Ему страстно хотелось, чтобы тот, к кому взывает Юрген, услышал их обоих. Вслед Бергу он стал просить о прощении своих грехов и, сцепив руки, шептал, как же клинание «Бог, если ты есть, спаси меня! Если ты есть, спаси меня!» И вдруг все его существо объел неизъяснимо благоговейный трепет, и он понял четко, не сомневаясь ни на секунду, понял, что он слышит. Наверное, это было то, что Юрген назвал ответом Бога. Неужели Бог и вправду слышит его? А если так, то он простил его и спасет? И уже в полном безмолвии новой радостной волной ответ прямо в сердце «Спасет!» Не в силах больше сдерживаться молодой трудармеец, рыдая, упал на колени и зарылся лицом в раскрытой ладони «Спасет!» Эта мысль в следующее мгновение конформировалась в жизни утверждающей и ликующей «Спасен!» спасен! Бог ответил мне «Он есть на свете! Он тут, рядом! Он в моем сердце!» Коля утонул в том необъятном чувстве великой благодарности, которое испытывает всякие приходящие к небесному Отцу. И неведомо откуда пролились слова, каких он никогда до этого не произносил в своей жизни. Он просил Господа о спасении, о прощении и милости. Ими он и словословил его безудержно, искренне, страстно, в полной уверенности, что все для него теперь станет по-другому, по-другому, потому, что он спасен. Наконец он поднялся. Куда и подевалась та смертная тоска, печатью безысходности лежавшая на его лице. Коля чувствовал в себе необычайный прилив сил и был весь в волнующем просветленном ожидании, а в его глазах появилась та самая надежда, о которой они столько говорили, но в которую он не верил. Смущенно и в то же время восторженно взглянул он на Берга, тот, не скрывая слез радости, все это время гладил его по голове, словно малого ребенка. Дядя Юра, я будто сызного родился. Это ты не будто, а именно родился. Ты только что духовно возродился к новой вечной жизни. теперь все заботы о тебе возьмет на себя Христос. Только не переставай молиться ему и просить о защите. Исполненные Духа Святого, его волшебного действия, они буквально отрешились от мира и даже не заметили, как вернулся Шталь. А он уже стоял под для них с тачкой, с удивлением переводя взгляд с одного на другого. Вы что, мужики, никак захмелели? Чему это вы так радуетесь? Богу, Август, Богу мы радуемся, улыбнулся Юрген и кивнул на своего молодого напарника. Коля, он сейчас Бога нашел. Кого нашел? Бога? С сомнением и в некой растерянности протянул шофер, не зная отнестись к этим словам как шутки или принять всерьез. Нет, а если по правде с чего веселье-то? Погрузку отменили? Да нет. Это и есть правда, посерьезнел Юрген. Молились мы, вот Господь ему и открылся. А с Богом-то и по жизни легко идти. Не кажется, она уже такой страшной. То-то я и вижу, что он ожил, как-то неопределенно хмыкнул Август и чуть помедлив спросил, «А не боишься вслух говорить об этом? Да что ж бояться-то? Кто боится о Боге говорить, о том и он не позаботится, а кто благовествует о Христе, тому и награда будет от Него? И что же это за награда? Снова иронично хмыкнул Шталь. Спасение Христово! Спасение наша награда! Вот Коля только что и получил его спасение. Ну, не знаю, как насчет награды, а вот если не загрузите машину, будет вам обоим на орехи, это точно. Тот же саботаж припишут, а там и до суда недалеко. Загрузим! У нас теперь сил хватит, правда, Коля? Должно хватить. Кивнул тот и потянулся было к тачке, но шофер придержал его руку. Ладно, ладно, давай-ка, друг, на кузов, а я тут пособлю. Митрич-то другой раз задерживается, а когда сразу же вертается... Семья у него в городке здесь живет, так что сладим с работой, а потом можно будет и поговорить. Вот за это спасибо, Август. Искренне поблагодарил Юрген, направляясь с ним к стеллажам. Пусть Бог тебя благословит. Он меня уже благословил один раз. Сердито буркнул шталь и попытался рывком поднять ящик. Тяжелый каналья. Давай вдвоем? Давай. Двое, трое, не один. Это когда же, говоришь, тебя Бог благословил? А когда сюда послал? А, ну, слышал я твою историю. Обидно, небось, из героев да в каторжники. Обидно, не то слово. Нахмурился летчик. Он явно не хотел распространяться на этот счет. Понимаю. Коротко бросил Юрген. Погрузив ящик на тачку, они подвезли его к машине и закинули на кузов. Следом туда же легко запрыгнул Август и помог Коле уложить его ближе к переднему борту. И так раз за разом. То ли это его энергия, то ли и правда откуда-то появились силы у паренька, но от шофера он не отставал, только кряхтел натужно, помогая ворочить ящики. Таким образом управились довольно быстро, и Шталь повез тачку назад. Появившийся в это время Лобов приятно удивился, что два заморенных с виду работяги столь быстро закончили погрузку и, пересчитав ящики, довольно улыбался. Был он в прекрасном расположении духа и подал им пачку папирос, что было неслыханной щедростью. Курева в зоне, как и хлеб, было в цене. Перекурите это дело, а мне надо еще с Аликом подчерикать. Юрген переглянулся с Колей и, поскольку оба не курили, протянул папиросы вернувшемуся Августу. Дескать, без тебя бы мы не управились, да к тому же ты и куришь. Тот, однако, от заманчивого подарка отказался. Оставьте себе, сказал просто. Вам больше пригодятся. На них можно выменять ни одну пайку хлеба, и парня это очень даже может поддержать. Ему бы лето выдержать. Глядишь, и окрепнет. Впрочем, как бы смекнул он что-то, давай-ка их сюда. Сам буду менять потихоньку и вам отдавать. А то из вас менялый, как из меня балерина, ни папирос, ни хлеба не будет. И опять ты прав, охотно согласился Берг. Чего не моем, того не моем. Ну, тогда присаживайся, перекурим, как сказал Митрич. Это можно, кивнул Август. Он присел рядом на камень, достал папиросу, постучал по пачке и закурил. А в общем-то это хорошо, что парень поверил в Бога. Как бы продолжил он начатый разговор. Видно было, что тема сильно задела его. С Богом и правда легче. Не зря же говорят, блажен, кто верует легко ему на свете. Да, а я вот не блажен. Как не пытался, а поверить не смог. Хотя смотри-ка ты, ведь перед каждым вылетом Богу молился. и поймав на себя удивленные взгляды, грустно улыбнулся. Ну, понятно, про себя, чтобы никто не заметил. Меня самого это всегда смущало, ведь получалось вроде как раздвоение личности. В нагрудном кармашке парк-билет, а на самой груди крестик. Я его уже в самом полете надевал и снимал сразу же по приземлению. У меня ведь полеты в тыл врага были. Мы туда наших десантников в помощь партизанам забрасывали, ну, и груз им всякие доставляли. А после полета тоже молился? спросил Коля и замер в ожидании. Да после-то зачем? пожал шофер плечами. Живой остался и ладно. Перед полетом и во время обстрела да, а потом-то зачем молиться? И молиться, и благодарить надо, сказал Юрген. Кого? Бога? Кого же еще? Раз по его милости оставался живой. Молился-то ему? Ну, да, ему. Но по чьей милости живой это вопрос спорный. С чего бы ты взял, что именно по его? На войне, брат ты мой, все от тебя самого зависит. От того, окажешься ли ты чуть быстрее, чуть смышленее врага, но и везение не в последнюю очередь. Однополчане меня везунчиком в этом смысле называли. Ведь главным для нас было проскользнуть над линией фронта незамеченным. Иной раз это удавалось, в другой нет. А уж если засекли, шталь, видимо, припомнив, что-то покачал головой. — О, брат, тогда попробуй уйти от зениток. Как говорят, ноги в руки, еще когда просто груз везешь, не так страшно, за себя как-то перестаешь бояться, привыкаешь. А вот когда с людьми летишь, то страх на всю катушку, да дрожи в коленях, и тут просыпается какое-то звериное чутье. Ты будто предугадываешь, в какую сторону увезти машину, влево, вправо, и расслабляешься только тогда, когда снова уйдешь в безмолвную ночь, где только ты и небо, без сполохов зениток с земли. Тут ты невольно и поцелуешь крестик, хотя понимаешь, что все это был его величество случай. Рулетка и не более того, а Бог это как бы для настроя души, так на всякий случай. Повторяю, там многое, если не все, зависит от тебя самого. При этих словах Коля даже вздрогнул, ведь только что это было и его убеждением. Было? Да? Именно так было. Ему вдруг страстно захотелось разубедить Августа в том, в чем заблуждался он сам. Я тоже так думал. Несмело обронил он. Ну, что все дело во мне. Думал, в иронии вскинулся шталь. А теперь что, уже нет? Вот так сразу взял и передумал? Да. Сразу. Коля смутился, не зная, как донести до него свое состояние души. Только не смогу объяснить, как это получилось. А словами Коля и не объяснишь. Положил ему руку на плечо Юрген. Даже и пытаться не надо. Это прозрение к каждому приходит по-особому. Но есть одно общее для всех. Это происходит, когда Бог открывается человеку. Будет время, когда Август и сам все прекрасно поймет. Иначе не носил бы крестик вместе с партбилетом. Ну, этот билет все же какая-никакая. А охрана мне от... Шталь долго подбирал слово. От охраны? И сам смог в недоумении. Потом пошутил невесело. Что-то неладно у меня выходит. Охрана от охраны. Вроде как заговариваться стал. Ай, не к добру это, не к добру Август, то, что никак не выберешь, с кем тебе по пути. По-моему, ты слишком преувеличиваешь значение этой книжицы. Знаешь, что говорит об этом Христос? Нет? Ну, тогда слушай. Никто не может служить двум господам. Или одного возненавидит, а другого возлюбит, или к одному привяжется, а другим пренебрежет. Не можете Богу служить и богатству. Богатство в твоем случае есть тот билет. Чуешь теперь? То есть, как в поговорке за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь? Правильно я понял, усмехнулся Август? Так да не совсем. Нужно знать, что дальше, говорит Иисус. Ну, и что же? А то, что если отдашь себя на служение Богу, не будет и нужды заботиться о своей охране. Он сказал, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить, не для тела вашего, во что вам одеться? Душа не больше ли пищи и тела одежды? Ну, то есть, все твои заботы берет на себя Господь. Хотите, расскажу, о чем говорит Христос? Хорошо. Юрген, немного отстраненно с полузакрытыми глазами, стал читать стих за стихом, и столь проникновенно звучали эти слова в той обстановке, что западали они глубоко в душу каждого из его спутников. Они словно завороженные ловили каждое слово, а он продолжал цитировать. Посмотрите на птиц небесных, они не сеют и не жнут и не собирают в житницы, и Отец небесный питают их. Разве вы не гораздо лучше их? Тут, будто в подтверждение этого в вышине июньского неба, зазвенело, запереливалось радостными триллями восторженная песня «Жаворонка». В нахлынувшем неземном благоговении Коля затаил дыхание в молитве, а шталь, сложив руки козырьком, пытался высмотреть на воздушной вертикали вдохновенного певчего, безудержно прославлявшего своего Творца, и не переставал слушать Юргена, который тихо закончил «Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Наступило долгое молчание. Каждый из них пытался осмыслить услышанное. Первым очнулся Коля. «Что это было?» тихо спросил он. «Нагорная проповедь Иисуса Христа?» «Она основа Евангелия». «Евангелия?» переспросил Август. «А я думал, ты из Библии читал. Евангелие и есть Библия. Благая весть от Господа Бога». «Вон что!» «А выходит, я вообще лапоть лаптем? Даже неудобно как-то?» Шофер почесал макушку и, покачав головой, хмыкнул. «Да взял ты меня, друг Юрген, за живое. Взял. Никогда бы не подумал, что в Библии есть такие рассуждения». И вроде как извинился. «Ну так мы же ее не читали». «Да и вообще я привык считать ее сказкой для неполноценных с подачей учителей наших. А тут, гляди-ка, целая философия. И не буду кривить душой какая-то желанная. Как там «Ищите прежде царства Божьего, а все остальное приложится вам». Так? «Но попробуй-ка отыщи это царство». «Где оно?» «У Бога». «И его не надо искать, оно всегда рядом. Надо только признать себя нищим духом, то есть грешником, и покаяться перед Богом. тогда Он примет тебя». Христос так и сказал, «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное». «Но чтобы каяться, надо сначала нагрешить», возразил Шталь. «А когда бы успел это сделать Николай? Ну, понятно, я. У меня было время для этого. Да я и сам знаю, что за плечами много грехов. А он что, наперед покаялся? А все мы грешные, потому что наследуем грех первого человека». Э, недослушав, замотал головой Август, вот тут я опять не согласен. Кто-то, значит, когда-то набедокурил, а я отвечаю, «Непорядок». «Но все равно хочу теперь почитать Библию». «Даш, нету ее у меня», с сожалением вздохнул Юргин. «Не ужели ты такой умный, что вот так все на память знаешь?» «Ну что ты, где мне? У нас в селе проповедник был прекрасный, от Бога человек часами мог рассказывать и пояснять трудные места Библии. От него-то я кое-что и перенял, но Библию не умом, сердцем постигают. И пока человек не покается, читай, не читай, вряд ли она его затронет. Вот и я теперь буду от тебя перенимать серьезно, сказал Шталь. И вдруг улыбнулся чему-то. Слушай, попрошу-ка я Лобова, чтобы почаще посылал вас со мной, а? Уж больно интересно мне стало. Между прочим, из тебя бы получился классный замполит. Ну, совсем другого толка, конечно. А он и Митрич легок на помине. Так, кончай ночевать и по коням, весело подошел тот. Было видно, что переговоры с Саликом явно пошли ему на пользу. Или как там у вас летчиков по машинам? Выходит, что полуторка, что самолета все равно по машинам. Он хитро подмигнул мужикам. Когда что надо будет, беру вас с собой? Ну, как? Не против? Да что ты, Митрич, кто ж будет против? Даже немного растерялся август. Я сам тебя хотел за них просить. Конечно же, все за. Ну, вот и заметано. Такие работяги мне нужны. Орлы... Обратный путь пролетел для обоих орлов незаметно. Скинув пару ящиков прямо у насыпи, где работала бригада, Берг с прорабом поехал в склад. А Коля, вооружившись гвоздодером, принялся распаковывать ящики, а вскоре и вывернулся у мужиков тот рельс, под который подгадал Юрген, не довелось им больше поработать с Прохором Лобовым. Высказав предположение о наличии у парня крыльев, бригадир был недалек от истины. Коля на одном дыхании слетел вниз по склону, пробежал по глубокому распадку и вскарабкался на другую сторону. Как это ему удалось, он и сам не знал. Единственное, о чем он думал, это успеть перехватить машину Августа. При подъеме он сначала задохнулся и сердце готово было выпрыгнуть из груди. В глазах потемнело и даже десны заныли так, будто заболели разум все зубы. Господи, помоги! Возопил он в душе и, пересиливая себя, цепляясь за травостой и кустарник упрямо, больше на четвереньках, чем в рост, продолжал карабкаться наверх. Помоги мне, Господи! спаси Юргена! Из-за меня пострадал он, спаси! Дай мне сил одолеть гору и успеть остановить машину. И вдруг ощутил неимоверную легкость в ногах, словно пошел по ровному месту, не пошел даже, а полетел на каких-то крыльях, едва касаясь земли. все выше, выше, и вот уже ухватившись за какой-то придорожный куст, вымахнул на дорогу аккурат перед машиной. Шталь, притормозив, выскочил из кабины. «Ты что очумел? Что? Что стряслось? Юркин рельсой его придавило ногу». Август все понял без дальнейших расспросов. «Садись!» «Быстро!» Держа с левой рукой за открытую дверцу, он, стоя одной ногой на подножке, другой давил газ и таким образом гнал машину задним ходом, пока не нашлось места для разворота. Как невзволнован был Коля, но успел оценить виртуозное мастерство бывшего летчика. Вести Юргена в кабине с раненой ногой нельзя было. Поэтому его осторожно подняли и уложили в кузове, подложив как можно больше сухой травы. Потом бригадир окликнул Николая. «Давай туда к нему, да присмотри за земляком своим, он ведь теперь тебе вроде крестного». И, глядя, с каким трудом тот перелез через борт, снова пробурчал удивленно. Кто за кем присмотрит еще вопрос, и откуда только сил хватило отмахать такое расстояние, да еще по горам не пойму. Если худо будет, стучи по кабине, понял? оглянулся с подножия Август и выдохнул. Ну, с Богом, может быть, и обойдется все ладом. Колька боязливо присел около Юргена на корточке. Не погонит ли тот его со зла? До этого он так и не решился заговорить с ним. Шибко больно. Дядь Юрген, дамажит, спасу нет. Ну, ничего, Коля, Бог даст, переживем. Да, переживем. Вон, как сводит от тебя всего. Давай я ногу твою придержу, дядь Юра, чтобы меньше тряски было. Кузов машины ходил ходуном, и каждое движение вызывало у раненого дикую боль, которая четко отражалась на его лице. Коля сел спиной к переднему борту, осторожно приподнял и положил его ногу к себе на колени, а руками ухватился за борт, чтобы самого не катало по кузову. Ему хотелось хоть чем-то облегчить страдания этого человека, но что он мог сделать? От сознания своего бессилия просто не знал, куда себя девать, да еще чувство вины тяжелым гнетом давило на сердце, из-за него ведь весь сыр бор. Лучше бы меня раздавило, с тоской вдруг промолвил он, и зачем ты только меня спасал? Юрген не успел ответить. Машина угодила в очередную колдобину да так, что весь кузов подбросило вместе с пассажирами. Даже сам шофер испугался и, притормозив, появился на подножке. «Живой?» спросил односложно и, как бы извиняясь, сообщил. «Ну, тут по этим увалам еще метров сто осталось, а уж по лесу дорога пойдет. Там хорошо, не заезжено, так что крепись, брат». «Креплюсь», попытался улыбнуться Юрген, но улыбка вышла жалкой, и, стиснув зубы, он застонал и полуприкрыл глаза. «Ты бы все же потише», попросил Коля, «И рад бы», только и ответил Август. С превеликой осторожностью он довел машину до пушки, а там снова поддал газу. Но теперь она пошла уже мягко, иногда чуть покачиваясь сбоку-набок. «Зачем, говоришь, надо было тебя спасать?» вернулся к вопросу парня Юрген. Коля молча кивнул, и он продолжил, «Да потому, что я бы себе не простил, что мог, а не помог тебе. Каково бы мне было тогда перед Богом отвечать? И ты вот что, Коля, себя ни в чем не вини. Значит, так угодно было Богу. в общем, больше не звука на эту тему, понял? Когда-нибудь поймем, зачем Господь допустил мне это страдание. И что бы со мной дальше не случилось, ты обещай мне только одно, что будешь постоянно молиться, как того и требует Писание. обещаешь? Да. Еле слышно ответил Коля. Обещаю. Тогда давай-ка помолимся друг за друга. И что уж тут подействовало, молитва ли, или та лесная прохлада, в которую они вновь окунулись, а может быть волшебное свойство подорожника, но физическая боль немного утихла, и под равномерное гудение мотора Юрген задремал. Больше до той поселковой больницы, что на пути в город, они ни о чем не говорили. На его счастье, там оказался врач из Гурьевска Шпеллер Семен Ильич, тот самый, что обещал положить Феля в больницу. В крохотном кабинете деревянного барака он сидел за столом заваленным бумагами и что-то переписывал в тетрадь. Недовольный тем, что его оторвали, он хмуро выслушал Августа и молча вышел из-за стола. «Эдак, я никогда не закончу с бумагами», сердито пробурчал он. «А разрешите, я вам помогу с ними?» неожиданно предложил Коля и сам страшно испугался своей дерзости. Даже много лет спустя не мог объяснить он, как осмелился на это. А тогда он вообще был уверен, что кто-то другой за него произнес эту фразу. «Что?» удивленно остановился на полпути Шпеллер. «Я не ослышался. Ты умеешь писать по-русски?» Теперь Коля смог уже только кивнуть. Во рту пересохло, губы одеревенели, а язык разбух и словно рашпель скреб по небу. Да еще ноги от страха сделали сватными. «Ну-ка, ну-ка, сделай милость», засуетился доктор и подал ему чистый лист. «Напиши-ка мне тут о пациенте, которого вы привезли. Ну, фамилия там, имя и так далее. Давай-давай, дерзай, милок». Уняв дрожь, Коля быстро записал данные Юргена. «Да ты же мне находка, милый ты мой!» воскликнул Шпеллер, взглянув на запись. «И почерк полный ажур». «Все, сиди тут, переписывай, пока я не вернусь. Потом проверим и поговоришь с майором из-за особого». И химнул Августу. «Где там ваш друг? Веди его вон туда, в конце коридора направо». Так Коля впервые столкнулся еще и с документальной статистикой лагерей. Это были учетные карточки и личные дела умерших трудармейцев. Сразу бросилось в глаза, что, несмотря на разный возраст, почти все они имели схожий диагноз. Постепенно он так увлекся, что не заметил, как доктор вернулся после осмотра. Был он с каким-то военным в щеголеватой кожаной куртке поверх гимнастерки, поэтому знаков различия не было видно. По-видимому, это был тот самый майор особист, про которого он упомянул. Тот придирчиво прочитал все, что успел переписать Коля и не скрыл удовлетворение. Да, Семен Ильич, это то, что надо, пожал он руку доктору. А то мои горе-писари такой огород везде нагородили. Без пол-литры не разберешься. Сразу-то и не поймешь, о чем и о ком речь. К тому же они путаются в немецких фамилиях, а тут нужна точность. Это ведь статистика. И коротко бросил Николаю. Где учился? Дома. На Украине. Дома. Скривился военный. Знаем мы ваш дом. Фатерлянд называется. Да что с вас взять? Сколько классов? В десятый надо было идти. Ого. В непритворном удивлении вскинул брови особист. Вот что. Заберу-ка я тебя к себе. Но сначала тут все бумаги приведешь в порядок. Приступишь это через день другой, пока я утрясу кое-какие формальности с начальством штаба. А ты бы проследил за этим, Семен Ильич. Ну не в службу, а в дружбу. Да не вопрос. Я бы сразу его оставил. Охотно согласился Шпеллер. Вон бумаг-то сколько, а у меня времени в обрез. Впрочем, мне кажется, он внимательно посмотрел на Николая и, взяв за руку, нащупал пульс. Потом поочередно приподнял веки. Да, так оно и есть. Похоже, Игорь Силыч оставлять-то его нужно прямо сейчас. И шепнул что-то ему на ухо. Да ты что? Обеспокоился майор. Жалко. Парень то грамотный. Но сразу я не могу. Во-первых, сейчас уезжаю в центр на совещание, а это два-три дня, не считая дороги. Во-вторых, лишний раз с отделом собачиться неохота. Хотя за такого доходягу держаться они, конечно, не будут, но лучше соблюсти порядок. В это время в кабинет заглянул шталь. Увидев майора, чуть прикрыл дверь и, сделав знак доктору, шепнул приглушенно. «Доктор, я уезжаю. Парня бы захватить, а? А, летун?» Не расслышал его, но сразу сориентировался майор. «Ну-ка, ну-ка, заходи, это хорошо, что ты здесь. Подожди чуток, заберешь вот человека по пути и доставишь в зону. понял и снова к доктору. Сделаем вот что. Я распоряжусь, чтобы ему выдали сухой паек на два дня. Как думаешь, выдержит тогда? С таким паеком-то думаю, что да», прикинул шпеллер, еще раз проверив пульс Николая и упредил его вскочившего, как ему показалось, в парове благодарности. Ладно, ладно, благодарить будешь потом. Странно, но оказалось, что того больше заботит судьба раненого. Доктор дрожащим голосом взмолелся Коля. А как же, Берг, вы спасете его? Из-за меня ведь его придавило. Семен Ильич обменялся с майором удивленным взглядом, дескать, смотри-ка, ходатай какой объявился. Вот что, друг любезный, из-за кого он пострадал, для выздоровления не имеет никакого значения. И заживет нога или нет, зависит не от меня. Я не могу взять его в городскую, не от полномочий, но он мужик сильного духа. Мне кажется, у него есть на кого надеяться. Доктор еще раз как-то по-особому посмотрел на Колю. Тебе, милок, не о других, о себе заботиться надо. А, Берг, что ж, сколько смогу, подержу его здесь, а там посмотрим, куда кривая вывезет. Ждать будешь в зоне, добавил майор, записывая что-то на бумажке. Вот это отдашь своему начальству. На работу больше не ходи. Скажешь, майор Рюхин не велел. Да я тут все написал. Так его не на объект? Переспросил для верности Август. Отвезешь в зону. А своему начальнику сошлешься на меня, если что. Ну, из-за чего задержался. Перед своим я сам отвечу. Хмуро отказался шталь и кивнул Николаю. Поторопись, я в машине обожду. Ну, ну, отвечай, раз такой гордый, неприязненно посмотрел ему вслед особист и, недобро усмехнувшись, добавил. «Погоди, устрою я тебе разбор полетов. А ты, Шмидт, иди со мной». Коля расслышал его слова, но значения им не придал, да и не понял, о каких таких полетах шла речь. Редактор субтитров Корректор А.